Сегодня в Октябрьском федеральном суде Екатеринбурга началось весьма прискорбное действие. По мнению одной из сторон, это попытка артиста через суд оспорить мнение о своем творении и заставить человека, осмелившегося, не прийти от него в восторг, свое мнение, а провернуть и заплатить денежную компенсацию. Бывшая руководительница балетной труппы театра эстрады Марина Головина, поставившая в том числе и спектакль про голубого щенка, подала в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против художественного руководителя театра эстрады Александра Новикова. Резюмируя довольно сумбурную, эмоциональную и полную весьма своеобразной логики речь своей истицы, адвокат Марины Головиной привел в качестве порочащих сведений такие высказывания Александра Новикова на пресс-конференциях и в интервью на радио. Серия цитат «Голубой щенок насквозь пропитан духом педофилии, танцевальный коллектив под управлением Головиной – это сборище профнепригодных, постановочная группа бездарно, голубой щенок – карикатурное педофильное зрелище, он омерзителен, коллектив Головиной очень слабый, контракт с Головиной не продлен в силу ее профнепригодности». Конец серии цитат, из которых адвокат, профессиональный юрист, делает смелый вывод о том, что в этих фразах содержится обвинение госпожи Головиной в организации и участии в преступлениях, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. «Сама ястица считает, что Новиков приписал ей еще и педофилию как психическое заболевание и строит такую логическую цепочку». Почти точная цитата из ее выступления в суде. «Любой художник свое я в любом произведении вытаскивает всегда. Вот что в нас заложено, то, как творцы мы выносим. И я посчитала, что такое оскорбление нанести мне не вправе без медицинского обследования ни один человек». Конец цитаты. Ну, то есть имеется в виду, что если нет справки от врача, что такая-то гражданка страдает педофилией как заболеванием, то говорить об этом и нельзя. Ну и в результате именно из-за этого, а вовсе не из-за 42 лет стояния на театральной сцене, Марина Головина заявляет, цитата, «Я тяжело заболела, потому что у меня сейчас начался тромбоз. Вот у меня есть все документы, что я сейчас в течение года вынуждена буду сдавать кровь, УЗИ и так далее. Я вынуждена была обратиться к неврологу, к психиатру, потому что я не могла адекватно себя построить на дальнейшее существование в своей профессии». Конец цитаты. Ну, а подавать иски в суд это как-то не помешало. Весьма разительно на фоне таких речей выглядит выступление адвоката Александра Новикова. Сам худрук в суд явиться не сумел по каким-то уважительным причинам, которые таковыми счел суд. Так вот, адвокат сказал, что рассматривать стоит единственную фразу, за которую Александр Новиков может ответить полностью и доказать обоснованность каждого из пяти содержащихся в ней высказываний. Конкретно о них, наверное, попозже. Ну, а пока ответ адвоката Новикова адвокату Головиной, который, на наш взгляд, очень хорошо подходит под окончательный ответ и очень точно характеризует нелепость ситуации, когда обидевшийся артист ищет утешение в суде. Представитель гражданки Головиной выдал в этом же суде вот такой вот малоизящный крендель. Между прочим, вполне в духе его клиентки. Мол, никому не позволено не любить ее творчество и никому не позволено иметь мнение, отличающееся от мнения президента Российской Федерации. Далее смотри роман Оруэлла 1984. Шедевр этого юриста звучит примерно так. Александр Новиков виновен в том, что противоречит самому президенту России, который присвоил его клиентке звание заслуженной артистки РФ. Адвокат Новикова ответил просто, почти цитата. «У каждого человека бывают и взлеты, и падения, и прошлые заслуги – это вовсе не индульгенция для будущих ошибок, это не причисление к лику святых. Каждый публичный, творческий человек обречен на критику. Обязательно найдутся люди, которым это не нравится. Поэтому выставлять в предмет суждений мнение запрещено законом. Суждения и мнения, которые носят оценочный характер, не подлежат судебной защите. Конец всех цитат. Ну, а о результате этого любопытного процесса мы вас проинформируем отдельно. Субтитры создавал DimaTorzok